итак друзья поехали с вами студия ucc тол и и жен new bloom собственно говоря smg против calamity king такой вот матч-ап ожесточенный обе команды уже собственно говоря поиграли и smg честно говоря как-то не радует много достаточно именитых игроков в коллективе в целом видно что понимание своих действий все прочее имеется то есть это не какие-то мувы на бум а из-за которых проигрывается целые катки нет но как будто бы в один момент команда ломается и начинает закидывать катку и как даже даже обидно при всем том опыте ну а клэмити кинг в целом ну вчера относительно неплохо себя показывали осталось пять секунд так на деле будем смотреть к чему это все придет довольно активно команда на самом деле на стартовой стадии используют дополнительное время особенно на вторую стадию банов посмотрим насколько это себя вообще окупит потому что в прошлой игре как-то вот на ласт пике осталось не так много времени там полезли первые проблемы очередь сил света запрещать героя очередь сил света запрещать героя очередь сил света запрещать героя быстренько напомню что 1-1 клэмити кинг сейчас идут эээ смг 0-1 и для смг очень важно в этой игре по крайней мере выступить более-менее достойно для того чтобы хоть как-то реабилитироваться за предыдущие поражения очередь сил света выбирать героя так я тут немного изменял настройки драйвера так что если по звуку вдруг что-то будет не так вы напишите но помните что есть задержка в 5 минут и соответственно мне еще потребуется время чтобы увидеть ваше сообщение ну и плюс в чат я поглядываю довольно резко так что через 5 минут буквально вот гляну тут тем временем появляется таск тайт хантер и тролль варлорд для смг такие персонажи относительно конечно надежные тролль варлорд в любой сложной ситуации в драке не в любой понятное дело не будучи в стане грубо говоря или сайленси или имея бкб может нажать ультимейты и пережить даже самую сложную драку тем более при наличии тайт хантера и таска которые будут оказывать поддержку а шаду шаман если что кого-то подконтролит но проблема в том что соперника ораку который вполне вероятно не даст кого-то убить марс который может как раз таки этого тролля в ультимейте немного придержать своим копьем ну и осталось 10 секунд мирана которая на липах может быстро убежать пока открыли саппорт позиции и тройку клэмити кинг сейчас раздумывают скорее всего над позиции номер один но выбор опять же огромный сколько метовых персонажей все еще доступно так тот же в к до посмотрим к действительно буквально не выходит из стадии банов и пиков чаще в бане его видим алхимиков всяких тоже видим нередко теоретическое его появление все еще возможно но мне честно говоря как-то не нравится не знаю не смотрел винрейт данного персонажа но что ни катка которая я вижу алхимику просто не дают набрать ничего очередь сил тьмы запрещать и так курсом ну да кстати говоря метовых персонажах которые сейчас крайне востребованы курса действительно один из них напомню что призовой фонд турнира 20 тысяч долларов по сути разыгрываемых между тир-3 азиатскими коллективами и для них это действительно неплохие деньги осталось 5 секунд the limit king в первом игровом дне успели проиграть команде точнее обыграть команду феникс достаточно уверенно но проиграли команде армии джиньосис вот там они выглядели достаточно жиденько и игра конечно была бодрой такой живой и все такое но это потому что обе команды очень активно лезли на рожон не постоянно сражались из-за этого динамика игры была высокой но именно сам по себе геймплей выглядел как-то скудновато что-то но что для что от другой команды smg в свою очередь поиграли против дриммейкер и обыграли их 21 ну там со скрипом с болью но по им проиграли команде экстрим гейминг которые в данный момент возглавляют турнирную таблицу с еще там 2-0 ну и осталось 10 секунд появление последних персонажей в клэмити кинг буквально не остается дополнительного времени тут 5 секунд жмакой на любого тем более что в пуль еще огромное количество крайне пдом вейт спирит стоп роз какой-нибудь ага тимберсоу то есть это медовый марс ну мало вероятно что это медовый тимберсоу ну окей просто было множество вариантов как по мне поинтереснее может не хватить просто урона одного урсы реки реки вы можете выбрать своих героев мы можем выбрать героев ой ой как это все неоднозначно интересная катка будет или нет вы как считаете это не на реки в миде едет на фармящем тролле ага идет в харду то джоли фаст в харду на тимбере медовый зелос будет играть на марсе и мкс фармит на урсе это не то чтобы прям совсем из ряда вон но согласитесь не самый обычный расклад и выглядит так грязновато но если команды как вот у них было на паре игр на данном турнире будут активную доту показывать там с какой-нибудь второй минуты спасся постоянными перемещениями от тусика там от мираны то тогда наверное действительно можно будет показать захватывающую доту красиво уж там посмотрим да друзья всем еще раз привет вижу ваше сообщение я сегодня не на весь день у меня сегодня был вот шестичасовой матч этот матч девятичасовой и далее будет шейл завезли нам красивые всякие переходики ну их красота дело субъективное конечно как по мне они ну большой необходимости в них можно сказать и не было вчера позавчера сидели без них о да ладно типа модные с двумя кстати варзиками бежит тосик поглубже его туда запихунькал мог спадать с тимбера но там уже по таймингу судя по всему он спадал и ну типа хотят руна забирать судя по всему или что таким образом вот эти руна они отпустят ну и плюс до хрипов то подступить тоже надо будет ахайл плывет на нижнюю на верхний лайн с ним рядом пробегается реки ему тоже крипов стопить надо будет а тут парни рискуют одну из рунта потерять итоге остаться с одной единственной видят тимбера он понимает что не по шансам у этих трех молодцев забирать руну и скорее всего 22 просто разойдутся ой ну хотелось бы увидеть по крайней мере в данном матчапе с этими персонажами более живую и такую активную доту потому что я сомневаюсь что здесь будет прям если все это в лейд зайдет что будет прям красивый макро развод и все прочее по крайней мере эти два коллектива не показывали на данном турнире я уж как-то шестичасовые матчи обычно по утрам по доте не смотрю поэтому за регионом си особо не следил так вот эти два коллектива на нью блум не показывали ту доту которую можно назвать красивой в макро плане хотя индивидуальные моменты неоднократно залетали от разных персонажей достаточно интересные тот же зелос в принципе тоже хорошо себя показал но вот не это один из самых перспективных мидеров на турнире вот так скажем постоянно разные персонажи так и не понял кто у него сигнатурка пока постоянно какие-то аккуратные мувы достаточно агрессивно то есть вместе с командой он дерется он не боится лезть в сражение там чуть ли не во главе своего коллектива но он всегда так чувствует персонажа что в нужный момент отступает и заканчивает там даже проигранную катку ну с тремя смертями а при этом там имея каких-нибудь 9 киллов то есть никак вот буквально сейчас у нас играл лост на не тот лост на клопе и в него там было что-то типа 2 на 8 просто влетал в драку давала scream of pain sonic wave в крипов и погибал ладно что я заболтался пропустив и б на топе где сожрали shadow shaman а счет но я даже предположить боюсь но мне кажется киллов будет немало почему-то такое ощущение поэтому я и говорил что надеюсь что команда покажет какой-то более менее активную игру или какой еще будет в best of 3 ой ну по идее наверное 21 за smg черт его знает ага и тут крепцов подворовывает это стрелы закидывать ходил суша а вот могла залететь в ухо реки и было бы бы прям даже прикольно аж с уже показывал одну мирану пока вроде более-менее безопасными кажется на топе будет более активные замесы а вот тут уже в миде но без помощи суппортов то уж точно а не залетят никакие киллы а вот кстати говоря о суппортах парни то подходят и муж и эши здесь за руну борьба и реген забирает эшис реки тут же сбивается поэтому это особо не повлияет ни на что кроме того что он не достанется ни одному из мидеров нет нет на урса 100 2 опасен если его слегка отпустить уже сколько игр мы видели особенно в китайском азиатском регионе если рассматривать вот этих вот курс который свой бф реализуют уже в минуте на 17 бегая по карте уничтожая всех подряд но если попадает под достаточное количество контроля то оказывается абсолютно беспомощным данный персонаж и на урсу то контроль как бы имеется причем довольно многогранный так рунку муж и забрал но за это заберут его как-то в меме и забрал мою руну я заберу твою жизнь дает не дает тут при поводить рейнер рейнер кстати говоря как и муж и которые уже отмечал ой как много погибал в тех моментах когда этого реально можно было избежать вот прям аж порой руками разводил я думал ну как так-то зал с блин пастом тут главный вопрос хватит ли урона то есть понятно что тролль и реки не самые плотные персонажи и убивать их возможно и причем довольно быстро но они ведь не одни плюс есть контр инициация плюс есть контроль как раз на ваших вот этих персонажей поэтому если не удастся быстро разбираться там с одним или со вторым или лучше с двумя сразу то проблем будут возникать постоянно команда километтики на крипов уводит агаи под башню и легко с ними будет расправляться так марс приходит дает хандер пытается по арене ходить бродить но особо выжить ему шансов естественно не оставляли 3-1 пока счет небольшое преимущество по золоту за командой километтики чуть больше тысячи золота и больше честь денег у марса который до блинка доберется буквально ближайшие минуты как там у реки дела реки с пт которая скоро к нему приедет роль свою очередь ну скоро повезет себе фейза скажем так относительно скоро уже с кольцом урса пт тоже имеется дальше дбф постепенно будет добираться благ для него никаких проблем вообще не существует два ассиста есть забрали шаду шамана забрали тайт хантера и зима не наехали на тусика но вытолкнули его подальше за вас немного не под рассчитал стрела в упор муж и просто пешком отсюда улепетывает но не возвращается на линию образом подстраховав можно сказать свой тиммейт и муж там в любом случае не догоняли бы но он убедился за секьюрил все будет хорошо нижняя линия там какие-то сборы возле руна просто страхует видимо марса пока тут перемещается видели тускара не решили мало ли чем собирается заниматься противники такие вот варда стоят по сути которые помогают мидеру в контроле именно рун первую очередь и плюс наблюдая за перемещение соперника может как я уже говорил реки персонаж хлипкий придут с каким-то просветом и ему ри запрыгивает марс на реки мару туда же стрела все это под штормом и прощать как стоило заговорить о том что реки можно довольно быстро убить и даже просвет никакой не понадобился под его собственным центре ком его и зарубили как только узен виза вышел мне кажется там и вы были дасты да да нас даже был у мираны чтобы на всякий вы знаете эти ганги на реки с баунти хантерами и виверами без дастов и все просто разводят руками потом 4-1 3к преимущество друзья на 10 минуте это уже неплохо за руны будут ли бороться команды тайт хантер прямо на руне богатство буквально находится заберет и без проблем еще одну заберет тиммейт ну и парочку я так понимаю райнар на орак ли успеет проконтролить и реки бежит за хостой но тут разве что потыкать в спину марсу тоже интересный момент марс меньше урона получает в лицо но реки блинкуется моментально за спиной вот это вот все нет и не имею ввиду что это какая-то контроль и вроде того просто как легионка которая разворачивает брестал бека то есть она ты его развернула но команде же еще тоже нужно к этому подстроиться понятно ждет тут тоже марс в принципе и без третьего спала без пассивки достаточно плотный парень если учитывать его сборки может серьезно наваливать забирают верхний тавр по крайней мере пытаются smg здесь пришли тускара нашли но и муши как и положено умирает во имя своей команды 15 урон уберет марс будет щитом лупить дай боже еще и криты какие-нибудь или еще что-нибудь так реки под достами нужно уходить через блин успевает уйти на тиммейтов рискового было рисково и кстати муж и не успел среагировать то есть они с соперниками друг друга заметили заранее но вот как среагировать и не знаю хотя бы сноубол какой-то уйти он не успел скорее всего наблюдал тогда за каким-то другим отрезком карты вообще-то на мини карту смотрел запрыгивает реки на орак вон забрать его не представляется возможным а тут марс и марс говорит привет арену хотя без арены его убить ну а чё сюда прибежала мирана с даст нам вы его точно за арену вдвоем уничтожили нижнюю башню сил света атакуете полну шел бы 3 когда 3 ты вы не успели бы мало вероятно в итоге тимбер со забрали 354 к преимущество за командой дамите кинг даже не 4 уже 5 считай но если я и могу сделать какие-то выводы за три игровых дня турнира и же не блум ранее преимущество вообще не дает никакого понимания о том чем закончится игра что команда регулярно где-то загуливают закидывают уже практически выигранные катки нет не было здесь камбэков 40 тысяч и прочего но команда могла вести какие-нибудь 20 тысячонок неплохо себя чувствовать забрать все внешние товара прийти на хг к сопернику умереть без бэбэков и потом проиграть игру как-то такое если говоря на топе вышку же так и не принесли парни не за снг таки пока у них никаких успехов по строениям нет это при наличии шаду шамана аху кстати и такой парень который любит приносить своих змей на одной из линий по быстренькому под шумок пока там все заняты пушить тавр в обход пойдут или хотят вот так вот в лоб напасть залетает фейдит пошли дальше ох как глубоко повезли тайт хантер а рэвидж пошел марса нашли ну и вот просвет ультимейт мирана никакого эффекта не возымел но вот саму мирану правда гнать не удастся покуда тут стояла арена еще и три липа на случай какой-то атаки имеется видел сейчас орако что за ним бежит здесь не на реки мару прокликов быстренько убежал в безопасное место реки обходит там маневры совершая буквально головой оппонента видит мирану мирана наверное не самая приятная цель опять же из-за этих липов стоп прыгает а вот ораку а пока у него нет ультимейта можно было бы попробовать и забрать ораку он успеет не успел заметить запрыгивает на тимбера пока он в хиксе полетела стрела под dd находится сейчас реки можно 3 квадрат прожимать но тут уже пришел марс и тебя из этого спала очень быстро вытащит аху беги я их задержу и правда же задержал не соврал и реки уже в безопасности зато в опасности ага его видят на варде или на варде ставится центре понимали что реки возможно хотел руну забрать все правильно понимали он был там рядом вам патроли у нас роль молнии и практически яша дальше бкб играет наверное все курса курсов полутора тысячах от бкб до бкб добраться будет намного проще когда у тебя будет аегис сначала убежал потом прибежал тимбер я думал будет юлу собирать ну как это обычно бывает но здесь в приоритете али барда чтобы тролль не мешал курсе да и вообще всем остальным для самого тимбера роль тоже неприятный соперник нижнюю вышку хотя бы снесли километики но они в размин сейчас потеряют свою вышку на топе последнюю тирадим вышку ами снесли пока только 2 пересобирается команда снг но отсюда отступил соперник находится недалеко от треугольника но не на нем самом а реки видели урса недостаточно возможности его как-то цеплять как-то останавливать команда могла поддержать оракул уже с ультимейтом уже седьмой уровень замаченный 3 файм флэмс и тут же под ультимейтом миран и продвигается команда километики на тайт хантер оставится в арты муж и говорит ребят так по ходу чё то тут не так здесь слишком много оппонентов демонтируется тут же сэндрик но он себя купил как бы муж и погиб и потерял бы больше денег чем за этот центряк еще тут куча вардов стоит сэнтри и опс и чё только нет а чем-нибудь есть сюда и да есть топор топор есть у реки мог бы этот вард убрать shadow shaman но не до этого немного сэнтрика не точно видели аху не ну понятно что денег не дадут но даже изи придет кто-то из соперников и два ваших варда снесет так у телепорта полетели на нижний аванпост постараются подсевить как-то тролля тролль пока встанет 5 секундная залетела прямо в бочину и нужно убегать теперь муж а вот мужу мог бы и не убежать таким макаром если бы вдруг полетел сейчас дальше тимбер и дал бы vision там залос мог бы и копьем попасть много не надо чтобы муж и склеил лапки еще 300 хп 7 армора не то чтобы это совсем уж мало но когда там четыре персонажа быстро склеился бы он ну и очередная потеря кора графики продолжают лететь нижнюю башню сил света атакуют выпиливает jolly fast деревья чтобы убедиться что никто не прилетел тайком этот тавр защищать какой-нибудь тайт хантер бы вышел внезапно с ровагой вот у вас были бы уже проблема так вы прекрасно понимаете что никого рядом нет спокойно можете тавр сносить соперник в этот момент ну честно говоря просто теряет время реки бьет крипов тут ребят просто бегают по большей части роль на верхнюю линию а тут уже трое а тут уже тролля можно ловить юл стрела урса хорошая ровага что сможет сделать роль сейчас в данной ситуации сможет ли он нанести достаточный урон тролль под ультимейтом нет не выживает никоим образом змейки тоже не успевают толком никого убить зарезали пока что мирану под ультимейтом а торакла бегает все еще марс и скорее всего все у него будет хорошо по хп нет успели нанести достаточно урон действительно мне казалось его только никто и не бил так поймали реки реки летает на крипов пробегает дальше и даст него спадать теперь его поймать будет сложнее вы еще раз просветили тут же падает муши минус реки минус 4 и 20 минута можно быстро бежать руна забирать чем и будет сейчас заниматься team аху на shadow шамане но в любом случае это драка очень сильно в минус бьет команду снг очень обидное поражение в сражении две вот эти руны нужно еще забрать и будет просто замечательно сейчас преимущество за 10к перевалит на 20 минуте 21 1000 до алибарды тимберу и если они без алибарды с троллем справились без проблем то алибарда будет еще вернее гарантировать его смерть в чем проблема ну то есть или это я чё-то туплю или они его не сносят чтобы соперник не знал что здесь вижен есть стоит она того так тут в смоках передвигается команда киомити кинг тайда видят запрыгивает марс ой как грамотно ага и уходит из-под арены и просто курица медведь бегает по этой сама арене марса сбрили тут же может муж ловит стрелу мкс запрыгивает в бкб начинает распиливать тролля который склеивается буквально за считанные секунды нужно прыгать за ораклом нельзя его отпускать там правильно еще где-то кого-то убивают просветили рики тут же стрелу он поймал правда упор поэтому проблемы для него это не станет продолжает преследование оракла но у самого-то нет никаких просветов нет ничего поэтому под ультимейты мирана оракл выживал какое-то время накрыли все-таки мирана но тут же выкупается да ладно полетит обратно забрали также реки мару муж и выкупился сплошные байбеки 22 минута драка драка причем ну не то чтобы совсем ни за что но тут не за многое а вы не потеряете сторону вы не потеряете рошана вы вы потеряете кучу бабок и времени 2 байбека 4 смерти с одной стороны 2 с другой полторы тысячи заработали на этой драке километики ну и вот урон от урсы 5000 урона еще и две с половиной сверху нанес тимбер реки который достаточно долго откровенно говоря жил в драке который так долго чезил этого оракла нанес всего 2000 урона примерно столько же сколько и тает понятное дело что троллю просто не дали бить ну и графики продолжают срываться вниз практически 15000 преимущество по опыту курса постепенно становится огромным почти 5к перефарма запрыгивает марс поймали аху забрали его не запрыгивает в арену ставить тучку и такое они чуть я не туда зашел а к нам преследует фейди до который забрал башню но поймал стрелу и умрет пейдет тут точно умрет кб нет нажимает ультимейт его ах отпуливают к деревьям ну вот стоило ли башня того так ну выходит теперь два вышку на топе забирать центральный еще остается пока живой но скорее всего ненадолго да и тем более центральная явно не рассматривается как приоритетная покуда есть более выгодная возможность забрать верхнюю вышку и создать таким образом гораздо больший поток крипов на соперника гораздо более напряженный скажем так все мы знаем что центральную линию потерять не так уж страшно на 25 минуте там тебе сносит сердва вышку на 30 допустим бараки ну черт с ним уже достаточно слотов и достаточный уровень чтобы это дело отбивать вообще деревьев не остается агайо запрыгивает там тем временем вырезали тролля в очередной раз и это уже пятая смерть для него при одном убийстве поймал стрелу также реки в него вливают весь возможный контроль минус шадо шаман не под просветом а куда бы уйти а как бы убежать а чтобы сделать если чем припить его до марс запрыгивает и щитом приколачивает того на смерть 4 убийство в обмен на одну саппорт мира но и гг уже пишут smg вот такая вот история салютно без шансов чё так быстро то ну ну что поделать что тут в принципе интересно можно посмотреть да довольно много умирал на самом деле тролль пять смертей и реки тоже умирал просто тролль не успевал вообще никакого импакта внести он входил в драку нажимал ультимейт и все проще такая вот тема с ним случилось урс уже свою очередь 609 огромный на форс ходит разваливать но если сравнивать там вот с реки с троллем практически на 8к ну на 7к обгонял соперника довольно серьезно нанесенный урон но тоже в принципе ярко демонстрирует разницу между персонажами чем-то тут особо говорить не чем все было довольно просто посмотрим я очень рассчитываешь на второй карте будет поинтереснее но в целом мы ведь с вами оказались вправо игра достала достаточно активное оказалось 32 убийства за сколько там за 25 минут и при этом она действительно довольно быстро закончилась я рассчитываю что следующая будет ну там 30 35 минуточек поинтереснее а кто победит уж узнаем вместе с вами так что друзья не прощаемся ребята о за 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok